Всем привет, друзья и гости моего канала! Сегодня готовлю вкуснейший маринованный хрустящий лук на зиму. Смотрите, у меня сегодня лук вот такой вот мелкий. Самое сложное в этом рецепте это начистить лук. Я сегодня вам покажу на примере, чтобы ваше время не занимать. Закрывать я буду гораздо больше, начищать лука гораздо больше, потому что это очень вкусно и все баночки за зиму уходят 100%. Покажу на примере одной пол-литровой банки. Банку пол-литровая я уже ее прокипятила, простерилизовала. Лук у меня сегодня мелкий, но вы не смотрите на меня. Если у вас нет мелкого лука, используйте любой. Вы можете взять, почистить крупную луковицу. И я его сегодня нарезать не буду, а если у вас луковица крупная, нарежьте кольцами, нарежьте полукольцами. Ну, то есть как угодно, на ваше усмотрение, как вам нравится. Получится тоже очень вкусно. Но у меня сегодня лук вот такой вот мелкий, немножко решила заморочиться. И его перечистила. Значит, пропорции на пол-литровую банку вам понадобится 400 грамм лука. То есть, соответственно, если у вас крупные луковицы, то это может быть штуки 4-5 крупных, которые вы нарежете, и это будет на пол-литровую банку. 400 грамм лука. Так, крышка у меня здесь уже простерилизованная, прокипяченная. Нам понадобится соль, сахар, вода, перец с черным горошком, перец с душистым горошком, лавровый лист, 9% уксус столовый и растительное масло. Можно обычное использовать, я использую оливковое. Так, ну, вроде бы все назвала. Дальше что делаем? Дальше вам показываю. Мы берем кастрюльку. В кастрюлю я наливаю 200 миллилитров воды. Просто обычная вода. У меня стакан составляет 200 миллилитров. Так, вооружилась я ложками. Теперь добавляем соль. Значит, соли на эти 200 миллилитров нужно добавить 1 чайную ложку. Вот так вот. Есть. И теперь добавляем сахар. Сахар 1 столовая ложка. Вот так вот. Есть. Теперь лавровый листочек. Такой сейчас выберу покрупнее, чтобы это все было ароматно. Либо два вот таких вот средних. Вот так вот. Так, перец душистый пару штук. И перец с горошком штучек 6. Не хочет высыпаться. Так, есть. Теперь уксус 9%. Добавляю 2 столовые ложки. Одна и вторая. Так, сейчас закрою. И сюда же масло. У меня оливковое. Я добавлю 1 столовую ложку. Так, муравейчик у меня ползет. Мне это не надо. Я на улице готовлю, поэтому здесь глаз да глаз надо, чтобы никакая муха, ни муравейчик не заползли. Так, 1 столовая ложка. Есть. И теперь наш вкуснейший маринад мы должны отправить на плиту и довести до кипения. И теперь, друзья, после того, как наш маринад, видите, хорошенечко закипел, мы всыпаем сюда весь наш лук. Все 400 грамм. Вот так вот. И перемешаем, чтобы лук равномерно прогревался. И ждем закипания. Как только маринад закипит, мы засекаем ровно 3 минуты. 3 минуты. Ни больше, ни меньше. Если меньше, то он не успеет как бы простерилизоваться. И ваши баночки могут не выстоять, да, зиму. Если больше, лук просто переварится. Поэтому жду закипания и засекаю 3 минуты. И все. И быстренько перекидываю в стерилизованную банку и закатываю крышкой с закаточным ключом. Все, друзья, у меня началось кипение. Вот как только началось, я поставила таймер на 3 минуты. Все, друзья, мой таймер подходит к концу. Я сейчас буду снимать. Я сниму кастрюлю прямо с огня. Все готово. Аккуратненько, горячая. Все, сняли. Плиту отключили. Тут же берем баночку. Берем какую-нибудь ложечку, половничек. Чем вам удобно. У меня половничек от мультиварки. И перекладываем наш лук вместе с маринадом в банку. Сюда же можно отправить и лавровый лист, и перец горошком. Все сюда вылавливаем. Выкладываю лук, а потом залью оставшимся маринадом. Весь лук у меня немножко не поместится. Раз на раз не приходится, в зависимости от размера лука. Все, баночка наполнена. Видите, немножко остается лишнего. Дальше заливаю до самого верха баночку. Вот так вот. Прикрываю стерилизованной крышкой и закатываем. Правильнее будет, конечно, поставить баночку на какую-нибудь тарелку. Потому что наливая до самого верха, и немножко, возможно, вытечет, как всегда. Так. И закручиваем. Вот и все, друзья, готово. Вот такой вот маринованный лучок получается. Дальше я баночку переверну вверх дном, укутаю чем-нибудь тепленьким и оставляю в таком виде до полного остывания. Дальше можно хранить просто в квартире в шкафу. Ну что, друзья, очень советую попробовать приготовить лук по этому рецепту. Получается очень вкусно, маринованный, хрустящий. Подходит для салатов. Можно использовать как просто закуску полноценную. Такую закуску не стыдно подать и на праздничный стол гостям смотрится в тарелочке. Очень красиво, но самое главное вкусно. Готовьте, наслаждайтесь. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok